Доброе утро, дорогие телезрители! В удивлении, что видите нас в такой пословке. Дело в том, что на днях наша передача исполнила строго два года. Мы решили отметить это событие. В нашей сегодняшней передаче будет много полезной информации, всевозможные витарины и даже новые рубрики. И начнём мы, как всегда, с приставочки Денди. А что у нас сегодня на Денди? На Денди нет. Игра в Donkey Kong 2. Это игра есть на Денди? Да, сегодня зашёл дом Денди и взял её. Итак, смотрим игру Donkey Kong 2 на приставке Денди. Игра Donkey Kong 2 на Денди представляет собой восьмивитную копию супернинтендовского Донки Конга. Действительно, сохранился тот же персонаж, те же противники, те же уровни. Ну, первое, что бросается в глаза, как эта крутая для Денди графика. И обалденное звуковое сопровождение. Также плавные движения главного героя, Денди Конга, управляя которыми вам предстоит пройти огромное количество уровней и спасти Донки Конга, которого похитил король Кремленков. По пути вам попадается множество призов. В основном это бананы. Собрав 100 бананов, вы получите жизнь. Также в игре есть бонус уровень, в котором содержится огромное количество призов. Как и на Супернинтендо, в некоторых уровнях вам предстоит поуправлять некоторыми другими животными, кроме Денди Конга, что улучшает интерес к биле. В игре существует система паролей, и чтобы пройти ее предстоит потратить не один час. Не знаю как вас, но меня эта игра просто породила. И я уверен, что она понравится всем любителям приключенческих родилов. И они с удовольствием пройдут ее. Денди. Новая реальность. Внимание, внимание! В следующей передаче в секрет выходит новая рубрика под злающим названием «Компьютерный мозг». Если вы знаете то, что не знают другие, если вы знаете тактику прохождения пятого босса в игре «Контра» без потери энергии, если вы прошли 538 игр или на одну больше, или знаете секрет, который не знаю я, то пишите свои заявки и приносите их в дом Денди или на чемпионат Денди. Не бойтесь участвовать в нашей рубрике. Докажите всем, что вы что-то знаете в компьютерных играх. Итак, компьютерные гении за дело! Вот сидите вы, играете. Даже не задумывайтесь, что вы держите в руках. Конечно, джойстик. Но что же представляет из себя данное устройство? С этим опросом мы решили обратиться к самим игрокам. Что такое джойстик? Ну, я считаю, что джойстик – это такой пульт управления, только он на проводе и, ну, он работает не как телевизионный, и там есть кнот. Чтобы играть, клавишка – это тем, что надо управлять компьютером. Джойстик – это чтобы управлять игрой. Джойстик – это управление приставкой, ну, игровым компьютером. Так как мы не получили наш вопрос определенного ответа, мы решили сами рассказать вам, что же такое джойстик и какие они бывают. Джойстик – это манипулятор, устройство ввода информации в игровую приставку. Первоначально джойстик выделил как рычаг, установленный на небольшой платформе. И действительно, в дословном переводе с английского слово «джойстик» означает как «палочка удовольствия». Вот таким примером был первый джойстик от небезвредной приставки «Тарик», который мы очень любили играть в детстве. Но прогресс не стоит на месте. И вскоре в свет вышла современная 8-битная приставка «Дэнди» с совершенно новым джойстиком. Тирм представлял собой «Д»-образную панель с крестовиной управления и кнопками. И хотя никакой рукоятки здесь не было, название джойстика осталось и остается и по сей день. И даже после выхода в свет более совершенных 16-ти и 30-ти загубитных листов, таких как «Сега», «Супер Нинтендо» и «Панасонин 3DO», форма джойстиков практически не менялась. И так изменялся их внешний вид. Хотя некоторые разработчики пытались оттянуться именно на джойстиках, стараясь изобрести нечто неординарное. Так вот таким ярким примером служит вот такой красавчик. На джойстике не единственное средство управления. Также существует и световое оружие. Это оружие было придумано для определенного жанра игр. Меслокрасное изображение отслеживает центр прицела и отображает его прямо на телевизионный экран. В то время как остальные данные поступают прямо по проводу в саму приставку. Так появился новый жанр – «Стрелялки». Но фантазия разработчиков не стоит на месте. Вскоре они придумали замену джойстиком в жанре «Гон». Как уже догадались, это был руль. Впервые руль появился на приставках «Сега» и «Супер Нинтендо». Но вскоре одна фирма выпустила вот такой вот портативный руль. Он был даже снабжен двумя подпедалями и коробкой передач, что значительно приближало это сооружение к реальности. И действительно, на сколько градусов вы поворачиваете руль, на столько же градусов поворачивается колесо вашего автомобиля. Тем более, этот руль включался сразу к трем приставкам. Это к «Сеге Сатурн», к «Сони Престэшн» и к «Нинтендо 64». Именно «Нинтендо 64» заканчивает наш аппарат джойстиков, и оставляя свой новый 3D-джойстик. Это устройство позволяет испытать необыкновенные ощущения от полностью трехмерных игр. Причем, он имеет не одну, а целых три крестовины. Так что, как играть так, так или так, решать уже вам. Ну вот на этом наша краткая экскурсия по игру джойстиков закончилась. Но передача еще не подошла к концу. А сейчас, как вы догадались по обстановке, я нахожусь в доме Дэнди. И именно здесь, в эту секунду, произойдет самое грандиозное событие 97-го года в мире компьютерных игр. Это супер-игра победителей викторины. Итак, начнем. После 5 часов двери дома Дэнди были открыты в 12-ю удивительной викторине. Им было предложено помериться силами на представке Sony PlayStation Формулы-1. Поначалу было трудно отводиться с управлением. Потом все стало своё русло. Во втором туре, в более удачной шестерке, предстояло поддраться в знаменитом файтинге Battle Arena Toshengen 3. Не зая ни одного супер удара, игроки с такой силой ужали на джойстик и нажимали на техноски без разбора, что пар валил. Но вот и долгожданный финал. У трём счастливчикам предстоит уже серьёзнейшая борьба в игру с Квисом Мэттл. Но когда игроки сыграли, выяснилось, что каждый из них набрал по одному очки ровно. Выходит ничья, но ведь приз один. И мы предлагаем им сыграть небезызвестную гонку Jet Motor. Нужно всего лишь проехать один круг за лучшее время. И здесь бреснул своим мастерством Павел Барфул. Ни разу не играл в эту игру, и держа в руке джойстик, он приехал первым и получил главный приз. Приставку Sega Mega Drive. Теперь она принадлежит ему. Вот так закончился второй турнир победителя викторины. До встречи на третьем. Как вы уже знаете, в Домиденде проходит грандиозная распродажа 32-битных приставок Panasonic 3DO. В связи с этим, мы решили вам сегодня рассказать об этой приставке и об игре, которая называется Хор. В некотором царстве, в некотором государстве, только не подумайте, что я хочу вам сказку рассказывать. Жил-был король. Долгие годы он воевал, старствовал и защищал свой народ от нашествия орды. Но время шло, и король состарился. Вскоре он заперся в своем дворце и стал частенько заказывать маленькие пирушки со своей свитой. И вот на одном из этих банкетов, когда злой канцлер рассказывал смешную историю, король подавился. Все присутствующие, конечно же, приняли это за шутку, кроме рядом стоявшего молодого юноши, сына повара. Он постучал короля по спине, король откашелся, и юноши, которого звали Чанси, на радостях присвоили титул наместника в небольшой деревушке. Игра по жанру является мирной стратегией. Ваша задача – как можно больше разрастить свою деревушку. Но не думайте, что все так мирно. Злобный канцлер подкупил орду и наставил ее напасть на он. К тому же, удивляя вашу жизнь, вздирается вас крупная молодость. Итак, каждый сезон вам предстоит одиночку воевать с ордой. Но не только собственным мечом. На деньги, вырученные в развитии вашей деревушке, вы можете купить различные приспособления для борьбы с монстрами. Но это ямы с шипами, бомбы и многое другое. Кстати, о деньгах. Зарабатывать их можно различными способами. Можно просто ничего не делать, а собирать налоги с оставшихся жилых жителей. А можно постоянно развиваться. Например, купленные за одну золотую саженцы вскоре принесут вам в 5 раз больше денег. А доход с крупного рогатого скота и вовсе превосходят любые ожидания. Если вы продержитесь в одной местности больше, чем 4 года, то второе, нравится оградить вас и предотвратить под ваше распоряжение новые владения. Да, это подтверждаем. Даже и не пытайтесь увиливать от налогов. А это канцлер, давно мечтающий о вашей гибели, найдет повод заковать его стремницу. После каждого трудового сезона вам представится возможность посетить магазин, где вы можете приобрести различные убийственные приспособления, нанять охранников для своей деревни, пополнить запас собственной жизненной энергии и купить еще много полезных вещей, которые вам очень пригодятся. «Итак, развиваясь год за годом, уничтожая монстров и вершину кружок королю, вам присутствует доказать всем, что вы не зря носите свой меч». А теперь традиционная рубрика «Хэлкс». И как вы уже догадались, сегодня секреты опять будут для игры «Мордов комбо 3 Ультимейт». Но сегодня я буду чуточку побольше. Я дам все оставшиеся «Фаталити» и парочку «Питов». «Фаталити» и «Ермака». Вниз-вверх. Вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-б. «Фаталити» «Джейд». Вверх-вверх, вниз-вперед-х. «Фаталити» «Хэлкс» «Из-вниз-вниз-вниз-вперед-х». Потарите Смока из второй части YB, Y, YZ И потарите Саб-Зиро из второй части Вперед, вниз, вперед, вперед И Приятно отмечать, хоть небольшие, но юбилеи Наши программы не намерены останавливаться на гостинцах И в один из предправительных дней Мы решили узнать, чего ждут и желают В нашей программе неравнодушные зрители Здесь, чем мы зашли в Сан-Бенди И задали посетителям парочку вопросов На днях нашей передачи Исполнилось все равно два года Что бы ты нам пожелал? Я бы вам пожелал дальнейшего процветания И чтобы ваша программа Становилась более популярной Желаю бы счастья И удачи в съемках Счастья И чтобы вы больше процветали Все время выходить в эфир Ну вот наша юбилейная передача И подошла к концу Надеюсь, вам она понравилась Как понравилась она нам Ну, праздник закончился И мы расходимся к вам До встречи через неделю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok